Ну, смотрите, мы закончили в прошлый раз приведение типов принаследования. Мы, кажется, успели обсудить, что статик кастом можно делать каст как вверх, так и вниз принаследовании, но только к ссылкам и указателям. Значит, давайте напомним. Приведение типов принаследования. У нас есть Base и Derived. Я сейчас буду рисовать картиночки. У нас есть Base и Derived. И меня интересует следующее. Если у меня есть переменная типа Base, могу ли я скастовать ее к Derived, к Derived Ampersand и так далее. Вот давайте попробуем, может, даже такую табличку нарисовать. Вот смотрите, у меня есть Base. Ну, самое простое, это каст из Derived в Base. Derived в Base. Я думаю, как эту табличку мне бы нарисовать. Нарисовать. Вот, давайте так. Значит, давайте Derived в Base. Каст. Вот. И тут будет три столбца. Значит, если мы кастуем копией, если мы кастуем поинтер, и если мы кастуем референс. Вот, соответственно, какие у нас есть способы каста. Ну, мы можем сделать обычный, ну, мы можем сделать implicit каст. Мы можем сделать static каст. Мы можем сделать reinterpret каст. Ну, а другие нас и не интересуют. И то же самое я другую табличку нарисую. IsBase.Derived, если я хочу скастовать. Опять, если я делаю копию, если я делаю подпойнтер, если я делаю референс. Да, и опять implicit каст. Статик и reinterpret. По сути, вот, девять случаев в каждом варианте, что будет происходить. Давайте поймем, какие касты разрешены, какие запрещены. Маркер, конечно, у меня... Я перебрызгал доску, конечно, да, что поделать. Ну, смотрите, неявный каст из Derived of Base разрешен, если я копию делаю. Да, это называется срезка. Вот это называется slicing. Вот это называется slicing вообще. Да. Если я делаю поинтеры, тоже ок. Если я делаю референсы, тоже ок. То есть, неважно, вы хоть копию, хоть указатель, хоть ссылку на Derived отдаете туда, где ожидается, соответственно, base. Копия, указатель или ссылка. И все это ок, работает неявно даже. Статик, кастом, очевидно, это тоже работает. А reinterpret кастом... Reinterpret кастом нельзя делать копию, а указатели и ссылки, пожалуйста, тоже можете кастить никаких проблем. А вот в обратную сторону. Если я хочу родителя скастовать к наследнику, могу ли я неявно отдать родителя там, где ожидается наследник? Нет, не могу. Ни по значению, ни по указателю, ни по ссылке. Почему не могу? Потому что... Для этого... Ну, копию я не могу сделать, потому что для этого нужно будет как-то достроить Derived из base. А это вообще, говоря, непонятно, как сделать. А pointer и reference в обратную сторону просто запрещен. Ну, по той же логике, по которой нельзя отдать неконстантный... Нельзя отдать константный объект туда, где ожидается неконстантный. Помните эту аналогию. Просто у вас Derived поддерживает больше операций, чем Base. Вы не должны уметь отдавать Base туда, где ожидается Derived. Если только явно не попросите. Но если вы неявно попросите, статик каст сделаете, то вы уже можете. Вот это будет ок, вот это будет ок. Вот. Но копию вы все равно сделать не сможете таким образом. И reinterpret cast. Вы копию сделать не сможете, а вот это будет ок, и вот это будет ок. Но ок... Possibly undefined behavior. Вот это вот... Possibly уб. Почему? Потому что, опять, проводим аналогию с константной и неконстантной ссылкой. Если вы отдали указатель или ссылку на Base туда, где ожидалось, соответственно, Derived, скомпилируется и скомпилируется. Только если реально под этой ссылкой был Base, а не Derived, при попытке обращения к полям и методам Derived, будет UB. Значит, вы можете отдавать по этой ссылке только если вы правда уверены, что там, соответственно, Derived был, а не... Хотя ссылка у вас на Base. Понятно? Это значит, cast между родителем и наследником так работает. Что будет делать reinterpret cast? Reinterpret cast делает то же, что и всегда. Он просто говорит, будем считать этот указатель указательным на другой тип. Для interpret cast вообще не важно. Я здесь могу любую пару типов написать. Главное, чтобы const не было. И все. Как всегда будет работать. По сути, для interpret cast всегда будет вот так строчка выглядеть. Но мы с вами разобрали только случай публичного наследования. А есть еще приватное наследование. А давайте подумаем, чем приватное наследование должно отличаться. Вот если наследование приватное, то как это должно работать иначе? Во внешней функции нельзя будет передавать драйвик там, где ждали боясь. Вот, да, приватное наследование, оно идейно означает, что если мы не член класса, то мы, или не друг, то в этой функции мы не должны никак использовать тот, мы не можем, мы как бы, нам не доступен тот факт, что derived это на самом деле base. Поэтому при приватном наследовании все будет работать иначе. А как при приватном наследовании, вот давайте я скажу, что красным маркером я написал то, что при публичном наследовании происходит, а зеленым маркером я сейчас напишу то, что при приватном наследовании происходит. Хотя, возможно, стоило бы наоборот, но ладно. При приватном наследовании я не могу никак сделать неявный каст от родителя к наследнику, ну, если я во внешней функции, ни в члене, ни в друге. Разумеется, что если я в функции члене или в друге этого самого derived, то все окей. Но, если я во внешней функции, то есть на меня вот эта приватность действует, то для меня неявный каст запрещен, статик каст для меня тоже запрещен, причем CE именно по причине ошибка доступа. И только лишь интерпрет касту пофиг на приватность. Четыре интерпрет касту, конечно же, наплевать. Приватное у вас наследование или у вас вообще нет наследования, ему без разницы. Бри интерпрет каст просто говорит, считаю, что это бейс и все. Вот. А в обратную сторону? Да ничего не меняется на самом деле. Все то же самое, что вниз, что вверх. Просто в обратную сторону, ну то же самое, значит, неявный каст, понятно, запрещен в любом случае при приватном наследовании. Статик каст тоже запрещен. И реинтерпрет каст, копию создать он не сможет, а вниз кастит без проблем. Ему без разницы вообще, какие там типы, хоть приватное наследование, хоть какое. Ну, если наследование защищенное, то это понятно. Так же, как при приватном, просто в зависимости от того, где вы находитесь. Теперь вам еще это можно делать еще и в методах наследников, а не только в методах исходного класса. Вот, по сути, это все. Вот, по сути, вот тем, что я здесь написал, выражается все, что вы должны знать про касты при наследовании на данный момент. Вот. Ну и теперь мы, наконец, переходим к той самой части, которую мы сейчас будем долго изображать на доске. Так, что-то доска действительно розовеет. Сейчас я попробую ее немножечко подтереть еще, чтобы она стала побелее. Следующий пункт нашей программы называется multiple inheritance, множественное наследование. Меня в прошлый раз спрашивали, а может ли у класса быть несколько предков? Не во всех языках такое возможно, но в плюсах, конечно же, возможно. Да, плюсы довольно толерантный язык. Ну, я не знаю, смотря к чему, конечно, статическая типизация все-таки. Значит, параграф 4.5 нашего повествования называется multiple inheritance. В питоне, насколько я знаю, multiple inheritance тоже разрешено. Вот в Java, например, запрещено. И в C Sharp, по-моему, запрещено. А что плохого в множественном наследовании? Почему его некоторые языки запрещают? Очень страшный граф может получиться в наследовании. Ну да. А что страшного в страшном графе? Висел цикл. Ну, циклов, конечно, в наследовании быть не может. Если компилятор обнаруживает цикл в графе наследования, то он просто кидает CE, понятное дело. Вот. Но. Да. Значит, главная проблема множества наследования в том, что будет, если вы несколько раз унаследуетесь от одного и того же через разных промежуточных родителей. И такое возможно. Ну, давайте сначала просто разберем, что будет, если я унаследуюсь. Вот я буду сейчас рисовать такие картинки. Вот у меня есть папа, мама и сын. И вот сын унаследовался от мамы и от папы. Как это пишется? Ну, пишется так, значит. Класс сан. И дальше двоеточие, и вы перечисляете через запятую. Паблик мам, паблик дэд. Разумеется, приватность может быть разной у разных родителей. Вот. Ну, так пишется множественное наследование. Понятно, что предков может быть сколько угодно. Вот. Но нельзя одного и того же предка упоминать на одном и том... Вот, короче, в этом списке одного и того же нельзя упоминать несколько раз. Если бы мы сделали private маму public дэд, или что? Если бы мы не написали public дэд, просто дэд. То к нему применится квалификатор по умолчанию. То есть private. Да, да. Вот если вы напишите public mom, запятая дэд, то, значит, дэд будет private. Так, ну хорошо. Вот мы нарисовали такую картинку. Что здесь интересного? Интересно то, как будет это все в памяти размещаться. Вот, допустим, у меня у мамы есть поле M, у дэда есть поле D, и у сына есть поле S. Ну, для простоты все они int. Внимание, вопрос. Как будет выглядеть в памяти объект S и сколько он будет байт занимать? Если мы считаем, что один int — это 4 байта. Он будет занимать 12 байт. И как они будут расположены? Логично, да. Сначала в память кладутся наследники, родители, а потом сын. А почему они это M? Потому что они кладутся в том порядке, в котором вы их перечислили, что логично. Если бы написали public dead, public mom, то первым бы положился D. Вот. Ну, соответственно, size of S будет 12, потому что здесь никакого выравнивания не надо, все поля int. Видите ли вы в этом какую-нибудь потенциальную проблему? Вот уже сейчас. Вот у нас сын в памяти выглядит так. Чего у нас? Нет. У нашего S можно обращаться как к полю M, как к полю D. Ну, предположим, что у меня были еще какие-то методы у этих mom dead. Но это неважно. Вот чисто глядя на то, как это в памяти расположено. Не видите ли вы какой-нибудь потенциальной проблемы? Есть проблема, если mom and dead были братьями. Не-не. Просто в этом. В этом случае. Сейчас этот случай мы разберем, конечно. Если делать массив санов и мам, можно ли вообще в детстве отцов и сыновей одновременно? Да нет, вы не в ту сторону рассуждаете. Сейчас мы... Чего? Попалять надо на сайте. Да нет, конкретно в этом примере. Ну, вы, наверное, не понимаете, что я имею в виду. Проблема вот какая. Как этого сына скастить... Сын это же наследник папы. Да. А как тогда, если у меня есть функция, которая принимает dead ampersand, я хочу туда отдать сына. Как это должно работать? То есть могу ли я в такую функцию отдать сына? По идее должен. Потому что ведь, ну, сын частный случай папы. Все нормально. Но как, если адрес папы не такой, как адрес сына? Дело в том, что под объект папы в этом объекте, он начинается с адреса на 4 большего, чем сам объект исходный. То есть, получается, что когда я пытаюсь отдать функцию по ссылке на папу сына, неявный каст мне должен сдвинуть адрес, что ли, объекта? Ну да. И как вы думаете, так и работает? То есть вот мне на... Хорошо, ладно. Ну окей, ссылка бог с ней. А указатель? Правильно ли я понимаю, что если я беру адрес сына и превращаю его неявно в адрес папы, то указатель должен сдвинуться на 4? По идее, да. Ну, откуда мы поймем? Ну, должен, да. То есть это сработает и скомпилируется? Понятно. И указатель здесь будет, вот если я здесь выведу вот этот указатель, то он будет на 4 правее, чем этот адрес. Нет, понятно, что либо так, либо CE. Давайте голосование опять. Кто думает, что все будет окей и адрес сдвинется на 4 неявно? Кто думает, что CE? Какие вы робкие. Надо смелее принимать подобные решения законодательные. Конечно же, надо будет сдвинуть указатель на 4. Все скомпилируется и сработает. Ну, было бы очень странно, если бы стандарт запретил такие неявные вызовы делать, потому что тогда смысл наследования теряется. Конечно же, в этом главный смысл наследования в том, что вы должны уметь отдавать наследников туда, где ожидаются родители. Это одна из главных причин, зачем вообще вам нужно наследование. Чтобы, когда кто-то хочет работать с вами, как с родителем, вы должны уметь это делать. Но, как следствие, вы автоматически должны, иначе смысл наследования теряется. При неявных кастах иногда разрешать изменение численного значения указателя. То есть, вот вам пример. Я просто говорю, d'p равно адрес s. Это пример неявного каста одного поинтера к другому, при котором численное значение поинтера меняется. После вот этого каста адрес s и p, это будут разные числа. Да? А что делать? Иначе бы у нас не работало множественное наследование. Может, там не нужно множественное наследование? Чего? Может, там не нужно множественное наследование? А, кстати, вопрос. Кто? Вопрос на эрудицию. А в стандартной библиотеке где-нибудь есть множественное наследование? Кто знает? Иострим. Да. Иострим одновременно наследник истрим и острим. Есть такой класс. Вот. Ну, в свою очередь... Точнее, нет, не так. Я не прав. Не острим наследник истрим и острим. А, нет, вроде все правильно, да. Истрим, и острим. Я запутался. То ли истрим и острим одновременно наследники и острим, то ли и острим наследник этих и других. По-моему... Слушайте, я сам забыл, как это. Ну, посмотрите на себе референс, проверьте. Так, окей, это первая проблема. Вторая проблема. Что, если поля называются одинаково? Представьте, что у мамы и у папы поля называются одинаково. Или методы называются одинаково. Ну, если бы я... Представьте, что у меня и в маме, и в папе есть метод f. По идее, будет тот, который второй. Ну, либо с е, понятно. Вот, если я в сыне объявлю метод, который затмевает по названию эти методы, то туда уже поиск имен не пойдет. Это мы с вами разбирали. Но если я в сыне не объявил метод, а в маме и в папе был метод с одинаковым названием, причем не обязательно с одинаковыми аргументами, то будет перегрузка между ними. Ну, то есть, вот если вы пишете s.f от чего-то, то методы мамы и методы папы для вас равноправны. И компилятор просто делает перегрузку между ними уже. Он, все эти методы попадают в множество, из которого вы делаете выбор по перегрузке. И если у вас здесь f от int, а здесь f от double, и вы там пишете s.f от int, то значит, вы папин метод от double вызовете. Ну, наоборот, мамин от int. А если от double вызоветесь, то в папин метод попадете. Ну, а, естественно, если у нас есть одинаковые тутцы, по аргументам пасты. Нет, ну, если вы просто унаследовали два одинаковых метода, это еще не c.e. Но вот если вы вызовете, то уже c.e. А если поля одинаковые назывательства? Если поля одинаковые назывательства, то при обращении будет c.e. Но просто унаследовать вы можете. Но может, они приватные. Это же вам не мешает. Вот когда вы вызовете, да, от того, что у вас добавится в область видимости ваша, нет, это еще не будет ошибка компиляции. Но когда вы обратитесь, это будет ошибка компиляции. Можно через d.e.f? Можно, конечно. Вы можете явно сказать, к какому вы хотите обратиться. То есть, например, я сказал s.d.e.f, Таким образом я гарантированно попаду в метод d.e.d.e.d.e.d.e.d.e.d.i.d.d.e.d. Ну, хорошо. Но самое, конечно, интересное. Да. Если бы мы передавали маму и передавали бы сына, а у нас сначала идет поле от мамы, а потом от отца, то как бы тогда вы позадите? А, ну никак бы не сдвинулся тогда 0, потому что объект мамы начинается с того же адреса, с которого объект сына. Вот объект отца начинается с с другого адреса. Да. Сдвиг указателя происходит, если вы вызываетесь как бы, кастуете себя к тому родителю, который не первый. Вот, но самое интересное происходит, если у вас есть мама, папа, а еще есть бабушка, но ситуация такова, что на самом деле эти мама и папа ну, как это называется? Сиблингс. Ну, в смысле, они родственники, они от одного и того же родителя. Значит, есть бабушка, и вот, значит, есть единоутробная мама и папа, и вот у них сын появился. Это проблема. И эта проблема не только в жизни, но и в плюсах. Эта проблема называется, кто знает как, но она по-русски, по-английски по-разному называется. По-английски она называется diamond problem, алмазная проблема. Ну, да, типа вот такая фигурка появилась, а по-русски она называется проблема ромбовидного наследования. Кстати, по иронии судьбы ромбовидное наследование возникает, когда вы пытаетесь ромб унаследовать одновременно от параллелограмма и от, значит, там, четырехугольника, не знаю, у которого все стороны равны, и в то же время они оба являются наследниками четырехугольника. Ну, что-нибудь такое. Вот. А, ну, или вы можете квадрат одновременно унаследовать от ромба и от прямоугольника, а и то, и другое унаследовано от параллелограмма. И вот вам, пожалуйста, ромбовидное наследование с участием ромба. А? Можно еще... О, это мы тоже сейчас разберем. Так, как... Ну, и давайте представим, что у меня есть здесь поле G, ну, согласно именованию классов, здесь поле M, здесь поле D, здесь поле S. И вот я создал объект сына. Как этот объект будет выглядеть в памяти и сколько он будет байт занимать? Давайте для начала сколько он будет байт в памяти занимать. Ну, то есть, я просто написал сын, паблик мам, паблик дэд, мам, паблик грэнни, дэд, паблик грэнни. Все. Сколько будет байт в памяти сын занимать? 20. Кто считает, что 16? кто считает, что не 16? Ну, большинство шарит. Конечно же, не 16. А сколько? 20. Потому что будет на самом деле две бабушки. Два экземпляра бабушки в сыне. Ну да, мало ли там, что мама с бабушкой сделала, а у папы другая бабушка. Это же самое, конечно, но другая. Своя собственная копия, так сказать. На самом деле, вот эта картинка, она не очень отражает реальность, и правильно нарисовать это вот так, что тут есть грэнни, и тут есть другая грэнни, но по типу они совпадают. Как это будет в памяти выглядеть? Сначала у сына лежит мама, и мама, в свою очередь, начинается с бабушки, то есть будет лежать Ж, потом М, потом будет лежать Д, ой, потом будет вторая Ж лежать, потому что папа, он тоже начинается с бабушки. Вторая Ж, потом снова, потом Д, и только потом С. Вот так будет выглядеть в памяти объект сына теперь. Это называется ромбовидное наследование. Вот. Соответственно, что будет, если я у такого объекта попытаюсь обратиться к полю Ж. Ошибка и не за неоднозначности. Ambiguous значит name. Потому что есть два поля с именем Ж в сыне, на самом деле, одно от мамы, другое от папы. Это не важно, приватность никак не влияет на поиск имен. Значит, ну давайте я сразу скажу про приватность. Все то, что я рассказываю, никак не меняется от приватности. Вообще, можно про приватность ограничиться одной фразой. Все, что я говорю, верно до приватности еще. И только когда все здесь срабатывает, уже потом проверяется, приватная эта штука или нет. Еще раз напоминаю, что выбор, значит, поиск имен, выбор версии перегрузки никак не зависит от приватности. Нет не от приватности наследований, не от приватности полей или методов. Вот. Поэтому все равно будет неоднозначность, даже если одна бабушка приватная, другая публичная. Вот. Ну, конечно, я могу, вот этот CE, конечно, я могу сказать S, например, точка мам, двоеточие, двоеточие G. И это будет окей, потому что я явно сказал, из какого подобъекта взять G. А если я скажу S точка Грэнни двоеточие двоеточие G, это все равно будет неоднозначно, потому что Грэнни тоже неоднозначно. Хорошо. А теперь еще более интересный вопрос. Если я... Да, если я попробую сделать каст к Грэнни. Грэнни амперсанд G равно S. Что будет? CE по причине... И вот это новая ошибка, которую мы раньше еще не видели. Ambiguous cast. Неоднозначный cast. Потому что можно это понять как каст к первой бабушке, а можно как каст к второй бабушке и непонятно к какой. Они равноправны. Они могут отличаться как-то? Кто? Две бабушки? Ну, конечно, поля эти независимо могут меняться. Иначе в чем смысл хранить две копии? Ну, ладно. А теперь самое возможное... Да, ну, понятно, что то же самое будет при касте указателя, при касте... при попытке сделать слайсинг, при статике касте это не важно. А как сделать каст? Вот, допустим, я хочу скаститься к первой из бабушек. Что мне надо сделать? Нет, это не поможет. Потому что... потому что вот если я пишу статик каст статик каст к мам двоеточие двоеточие грэнни, он выберет тип один тот же, да. Вот. Для статик каста здесь не имеет значения, потому что грэнни, которая в маме и грэнни, которая просто, это один и тот же тип с точки зрения эквивалентности типов. И для статик каста важно какой это тип, и поэтому это тоже CE. Все равно неоднозначный каст, потому что... Потому что внутри мамы грэнни не означает ничего иного. Вот если бы вот если бы внутри мамы был объявлен еще внутренний класс грэнни, и это было бы что-то иное по сравнению с обычной грэнни, то тогда это вот бы на что-то влияло. Но так это не влияет. Поэтому как скастить к бабушке? Ну, нужно сначала скаститься к маме, только потом от мамы к бабушке. И вот так вы получите грэнни. Ну, или сначала к папе, потом к бабушке. Хорошо. Следующий пример. Представим, что у меня в грэнни есть метод F. Просто метод F. И я пишу S.F. Вопрос. Что может пойти не так? Ну, как может зависеть от внутренней переменной жены? Да. Ну, вот вы прям шарите. Если F это метод бабушки, то это тоже неоднозначно. А если он статический? Ну, если он не переопределен где-либо. А если он статический? Если он статический, то, наверное, это не неоднозначно. А вот черт его знает, кстати, не знаю. Если он статический, может быть, может быть, они добавили к остыню, что для статических методов это работает по-другому. А может и нет. Я не знаю. Ну, вот смотри, я за... В какой раз я читаю эту лекцию? Ну, не знаю. Восьмой, наверное, за свою жизнь. Вот я до сих пор не задумывался об этом. Поэтому, возможно, комитет тоже еще до сих пор не успел об этом задуматься. Да, короче, если это метод грэнни, он ниже нигде не переопределен, то это CE по причине опять неоднозначность. В чем неоднозначность? И метод один и тот же. Метод-то один и тот же. Да только этот метод, он может пользоваться полями. А поля зависят от того, от какой бабушки вы вызвались. Поэтому не может быть так, что этот метод... Ну, этот метод можно двояко понять, какой метод вы имеете в виду вызвать. В зависимости от какой бабушки вы вызвались, у вас поля разные. поэтому этот метод будет по-разному действовать. Понятно, вот это на самом деле такое место, где надо осознать, что почему нельзя разрешить такие вызовы методов. Вот это называется проблема ромбовидного наследования. Значит, еще раз, проблема ромбовидного наследования, по-английски diamond problem, это когда вы два раза через разных промежуточных родителей унаследовались от одного и того же класса, и в этом классе какой-то есть метод или какое-то поле, к которому вы обращаетесь. И вот тогда у вас возникнет проблема, несмотря на то, что поле, казалось бы, объявлено один раз, у вас оно дважды продублировано. То есть просто продублировано. Так, ну ладно. Какие еще примеры стоит разобрать? А давайте вот какой пример разберем. Не-не. Давайте такой пример разберем. Вот хорошо, у меня есть сын, я скастил его к маме, это все хорошо. Могу ли я теперь от мамы скаститься к папе? Статик каст к дедамперсант от М. Ну, по факту под этой ссылкой лежит сын. поэтому теоретически можно было бы взять и сдвинуть указатель на 4, и там бы сын оказался. Ну, там бы папа оказался. То есть можно было бы разрешить такой каст в теории. кто знает? Да, но такой каст запрещен. Это правильная интуиция. Это CE. Но можно было бы его... Ну, то есть комитет мог бы разрешить такой каст, но не стал. Потому что если у вас на самом деле ссылка на сына, то по идее вы могли бы предположить, что раз делается каст к папе, то, значит, наверное, имеется в виду, что у вас там ссылка на сына, и вы сдвинулись на 4. А, нет, знаете, нет, извините, я вас обманул. Нет, я не прав. Такой каст нельзя даже теоретически позволить. Знаете, почему? Потому что у вас может быть, например, еще класс дотор, у которого первый родитель это папа, а второй родитель это мама. И тогда, в зависимости от того, какой у вас объект под вами на самом деле, вам надо либо сдвиг вправо делать, либо сдвиг влево делать. И вообще сдвиг неизвестно на сколько вам надо делать. Поэтому такой каст нельзя разрешить. Он просто не может работать. Может быть, если бы он мог однозначно вычисляться, то его бы и разрешили. Но нет, он запрещен. Просто потому, что нельзя сказать, как далеко от мамы лежит папа. Возможно, у вас есть разные общие наследники у них. Так, то есть каст вбок запрещен. Хорошо. А, ну как вы понимаете, каст от бабушки к сыну вниз тоже теперь не определен, потому что непонятно, какой именно бабушке. То есть, если бы у вас был каст, статик каст от гренни к сыну, но при этом была бы его единственная бабушка, то понятно, как это работает. Потому что статик касту понятно, какой сдвиг сделать при касте. Но если у вас статик каст от гренни к сыну и бабушек две, статик касту непонятно, какой бабушкой себя считать на данный момент, поэтому тоже непонятно, как делать этот статик каст. Да, к бабушке к папе, а потом от папы к сыну можно, но напрямую нельзя. Хорошо. Так, давайте теперь какой-то еще пример разберем. Сейчас, подождите, я достану свою шпаргалку, в которой перечислено, какие примеры я должен вам показать. А, ну да. Теперь разберем такой пример. Это тот пример, о котором вы говорили. Представьте, что я унаследовался от мамы, которая наследница бабушки. А еще... Унаследовался напрямую от бабушки. Так, что теперь? Две бабушки, одна мама. Ну... Наверное, правильнее так тогда написать. Ну, короче, что будет-то? Очень плохие шутки. Что будет-то теперь? Как мне обратиться к полям кого-нибудь? А вот как мне обратиться к полю вот этой бабушке? Или к методу вот этой бабушки? Ну, написать с точка гре, не двоеточие, не двоеточие, не двоеточие, не двоеточие же. Это будет неоднозначность. Потому что бабушек две. И вот эта бабушка, она никак не приоритетнее, чем эта бабушка. И на самом деле, если так унаследоваться, то возникнет новая ситуация, которая называется inaccessible base class. А именно, если мы допустили такое наследование, то у нас есть поля и методы, к которым мы никак не можем обратиться напрямую. У нас просто нет синтаксиса обратиться к ее полям. Потому что любая попытка обратиться к g будет неоднозначность. Обратиться к g через папу мы можем, s, d, двоеточие, точие, g. Но обратиться к этому уже явно мы никак не можем, легально, по крайней мере. И все, что нам остается делать, это реинтопредкасты со сдвигами указателей. Вот. Руками. Вот. Короче, это очень плохое наследование, не делайте так никогда. На самом деле, если такое наследование сделаете, компилятор кинет вам ворнинг. Именно ворнинг со словами inaccessible base class. Недоступный базовый класс. Но тут есть некоторая коллизия терминов, потому что я вам раньше говорил, что недоступным называется такой, у которого доступ запрещен. Тут правильнее сказать invisible base class. Ну или, короче, base class, до которого никак не достучаться вам. Он вам виден и формально доступен с точки зрения приватности. Но обратиться к нему напрямую вы никак не можете. И приватность ни на что не влияет, как обычно. Все. Пожалуй, это все, что я хотел рассказать вам в этом пункте. А, нет, не совсем все. Знаете, что я вам еще не рассказал? Сейчас будет небольшой эксклюзивчик чисто для продвы. Значит, смотрите. Представьте, что у меня... Ну, давайте я уберу вот это вот извращение и верну обратно нормальное наследование от мамы и папы. Так, значит, смотрите. Представьте, что у... Мама есть метод F. У папы есть метод... Ну, да, давайте у всех у них одинаково называется метод. Знаете, что у нас еще есть такое вот очень интересное? С помощью чего можно методы вызывать? Помните, мы обсуждали такую вещь, как указатели на методы? Вот представьте, что у меня есть сын. А еще есть мам... Ну, void. Мам двоеточие двоеточие п... Ой, двоеточие двоеточие звездочка. П равно адрес мам двоеточие двоеточие ф. И я говорю S точка звездочка P. Могу я так сделать? Пойди, да. Я беру указатель на метод мамы и по этому указателю вызываю методу сына. Могу? А, хотя... Ну, нет. Попробуем. Какого порядка? Ну, идем и рассчитываем, что он не скастит. Это правда. Ну, вообще, я, по идее, должен мочь, потому что метод мамы у сына присутствует. Что такое указатель на метод? Вообще указатель на метод, он хранит в себе адрес непосредственно функции, по которой надо метод вызывать. Да? Но, если я делаю такой вызов, ну, просто вызывается эта функция по соответствующему адресу. Но вы правильно мыслите, становится все несколько интересней, если я возьму метод не мамы, а папы. В чем проблема тогда? Вот представьте, что я вызвал... Вот кто понимает проблему здесь? А, если взять то же самое смещение, его войдем. Какое смещение? У меня f, по идее, это адрес функции. Как вообще указатель на методы? Что они из себя представляют? Указатель на методы лежит с код B. Ну да, по идее, казалось бы, указатель на метод – это просто указатель на функцию. И, по идее, казалось бы, сайзов от P должен быть 8. Но вот сейчас мы благодаря этому примеру поймем, что нет. И что указатели на методы устроены сложнее, чем просто указатели на функции. И сайзов от P – это 16, а не 8. Я вам не показывал, чему равен сайзов от указателя на метод. Но вот если вы проверите, то вы с удивлением обнаружите, что указатель на функции – это просто указатели. Ну, они 8 занимают. А вот указатели на методы занимают в два раза больше, чем обычные указатели. И надо понять, почему. И ответ заключается в этом примере. Представьте, что у папы есть метат f, а вы вызываетесь от сына. А адрес функции-то остается понятно каким. Но вы вызываетесь от объекта сына. И внутри этой функции вы должны как-то понимать, что на самом деле поля, с которыми вы сейчас собираетесь работать, они сдвинуты относительно начала вашего объекта, от которого вы вызвались. Вы понимаете проблему? И на самом деле указатель на метод состоит из двух частей. Он хранит адрес функции непосредственно. А еще сдвиг. И вот здесь записано число, показывающее, насколько байт начала того объекта, чей это метод, сдвинута относительно начала того объекта, от которого мы вызвались. И в благодаряющем большинстве случаев это число будет ноль. Но в данном случае это число будет четыре. Потому что мы вызвали папин метод от сына. И в методе мы должны понимать, что ссылка на объект, что адрес объекта, от которого мы работаем, как будто, она на четыре правее относительно начала того объекта. Это объясняет, почему указатели на методы нельзя хранить, как обычные указатели. Они реализованы сложнее, а именно они хранят указатели сдвиг. Так, кто понял, почему, кто понял вот это вот? Почему он поменяется? Два человека, три. Хорошо. Ой, это вообще CE будет. Потому что мне нужен указатель на метод моего класса. Поменяется. Спасибо за вопрос. Так я не могу сделать вообще, потому что P это метод папы. Или он неявный K сделает. Слушайте, я даже не знаю. Может быть, он сделает неявный K. Наверное, он сделает неявный K и в этот момент он преобразует. Ну, то есть, по идее, что должно произойти? В какой-то момент должен создаться указатель на метод сына PPS, который равен P. И вот в этот момент происходит Implicit Kast от указателя на метод папок к указателю на метод сына. И вот в этот момент как раз и меняется Shift. Потому что функция остается той же самой, но мы ее теперь понимаем как указатель на метод сына, а не папы. А значит, сдвиг должен измениться на 4. И вот у этого указателя уже будет сдвиг 4. У этого указателя сдвиг 0. Да, вы правы. Это я налажал. Но я, честно говоря, не помню. Возможно, такой неявный K и каст разрешен. Возможно, нет. Я даже думаю, что, наверное, разрешен. Блин, может и нет. Не знаю, честно говоря. Но понятно, что в любом случае либо будет CE, либо будет неявный каст, который преобразует указатель на метод отца к указатель на метод сына предварительно. И сменит сдвиг тем самым. Вот этот вот Shift. И только потом вызовет. Таким образом, у получившегося указатель на метод все равно будет сдвиг 4. Так, кто теперь понял? А теперь почти все поняли. А, то есть не поняли, потому что я налажал как раз, да? Ну ладно. Так, ну ладно. Хорошо. На этом я закончил параграф 4-5. Но не закончил главу 4, потому что нам предстоит еще одна замечательная возможность к изучению. Отгадайте, какая. Ну вот мы с вами изучили множественное наследование. А после того, как мы поняли проблему множественного наследования, нам, наверное, должно захотеться их решить. Можно выбрать множественное наследование? Нет. Обратной дороги нет. Отменять принятые решения стандарт не может. Мы ввели множественное наследование. Ну ладно, иногда может, очень редко. АвтопТР, например. Чего? Дефект репорт можно. Ну да, да, я понял. Ну, короче, попробуйте, из интереса, с дефект репорт на множественное наследование. Посмотрим, что вам ответят. Ну вас заигнорят просто, конечно. И после того, как мы обсудили множественное наследование, пора обсудить виртуальное наследование. Virtual inheritance. Вернемся к примеру, когда была мама и папа. Кстати, тут есть такой вообще несколько идеологический, политический, я бы даже сказал, вопрос. Я слышал, что в современном мире правильно называть родителей не мама и папа, родители 1, родители 2. Вот вы какой код стайл предпочитаете? Может быть, нам лучше писать parent 1, parent 2, а не мама и папа. Это будет как-то толер... Нет. Я не знаю. Хотите, перейдем на родитель 1, родитель 2? На самом деле, я предпочитаю такие названия, потому что отличать переменные и вообще какие-либо названия цифрами на конце, это не по код стайлу. Поэтому... Поэтому я, да. То есть, можно... Тут, конечно, вот можно применить вот эти новомодные веи, не называть родителей толерантно, но давайте я все-таки вот буду код стайл, так сказать, соблюдать. Ну, дела семейные, да. Дед 1, дед 2. Так, хорошо. Да, блин, чего маркер-то так быстро стирается? Я не понимаю. Чего? А я не знаю, что делать с этим. А он просто исчезает. Сейчас я попробую получше. Ну, хорошо, давайте я попробую сейчас с зеленым. Да ладно, примерно полминуты исчезает, так что у нас есть время. Да, это стимулирует рассказывать быстрее. Так, окей. Смотрите. Нам не нравится, что когда мы два раза наследуемся от одного и того же через разных промежуточных родителей, у нас получается две копии этого. Мы хотим ввести какую-то новую возможность так наследоваться, чтобы копия была одна. Но это естественное желание. Вот вам, половине из вас, интуитивно казалось, что размер должен быть 16, а не 20. Такая возможность есть. И, кстати, питон, насколько я знаю, делает так по умолчанию. По-моему. Вот кто шарит питон хорошо, можете меня поправить. Там не возникает множественных наследников. Если вы несколько раз наследуете одного и того же, то он не делает копию, а просто он по определенным правилам, там, у него зашиты некоторые правила обхода графа, он видит, что если от этого наследника вы уже наследовались, то он его не дублирует. По-моему. Там есть такое умное слово, какая-то C3-линеаризация, что ли, и он выбирает какого-то там. Короче, я небольшой эксперт по питону, но оно реально исчезло. Но может, кстати, это и будет выходом. Но слушайте, нет, давайте до конца этой пары все-таки дотерпим. А все, мне на следующей паре уже не нужна будет доска, так что нормально. Давайте попробую с зеленым, может, это спасет нас. Так вот, короче, мы хотим научиться делать наследование так, чтобы если мы два раза у наследовались одного и того же с разными промежуточными родителями, да, вот это, похоже, не будет исчезать, я надеюсь, то у нас родитель, то этот прародитель не дублировался. для этого мы можем объявить наследование виртуальным. Мы пишем мам, паблик, виртуал, гренни. вот, и то же самое для папы, ну, то же самое дед, паблик, виртуал, гренни. А сын просто пишем паблик мам, паблик дед. То есть, мы пишем виртуал перед каждым упоминанием той самой бабушки, которую мы хотим не дублировать. Вот что мы делаем. Виртуальное наследование. Это приводит к тому, что в графе наследования бабушка становится всего одна, и копии ее больше нет. И теперь, если мы сделаем sun s s.g или, ну, s.g, где g поле бабушки, или static cast гренни, гренни амперсанд g равно s, или вызов какого-нибудь метода бабушки, все будет однозначно работать и компилироваться и прекрасно, потому что бабушка теперь одна. Вот. На этом можно было бы и закончить разговор, но у вас должно возникнуть больше вопросов, чем было изначально. А как это работает вообще? А? Почему опять же не делать не всегда? Типа хорошую практику всегда обязательно. Что вообще происходит? Вот. Сейчас сейчас мы разберемся, как это работает, и после этого вопрос этот отпадет сам собой, хорошая эта практика или нет. Как это часто бывает, пытаясь решить одну проблему, мы породили пять новых, сейчас вы увидите, что, во что это нам обойдется. Кстати, виртуальное наследование как раз используется в СТЛ, когда, если вы посмотрите на иерархию потоков ввода-вывода, вот, да, знаете, что я вспомнил, по-моему, EOS Stream как раз наследуется от E Stream и EOS Stream, а вот они оба наследуются от Basic EOS, по-моему, что-то такое. Короче, на самом деле, потоки ввода-вывода в стандартной библиотеке как раз образуют ромбовидное наследование, и оно виртуальное. Там есть виртуальное наследование, в СТЛ есть виртуальное наследование, когда речь идет о потоках ввода-вывода E Stream, EOS Stream. У них у обоих общий предок и общий потомок. И вот этот общий предок виртуал объявлен, чтобы не дублировать вот эту часть, которая унаследована от какого-то там класса Basic EOS. Так вот, а как это устроено-то? Ну, то есть, как в памяти это должно размещаться? Представьте, что у вас есть здесь поле G, опять, тут есть поле M, тут есть поле D, тут есть поле S, и, внимание, вопрос, сколько байт будет занимать в памяти объект S теперь? Возможно, это 20. Так, какие есть версии? Давайте, вот проверим вашу интуицию, значит. Возможно 20, в том плане, что он просто забывает, что есть вторая бабушка, но как бы место под нее все еще представляет. Возможно 16, если он умный, но это вариант. 16 плюс что-то еще? А, ну, 16 плюс у малого это не бить. У большого это не бить. У большого? Нет. Там, один берем 16 плюс у малого, один берем 16 плюс у большого. Там первый случай, и второй. Я спросил, я понимаю, с его числом. Давайте, с утра. Ну, я, кажется, посчитал, сколько? Ну, так что, пока правильного ответа не было. Нет, поменьше, чем 64. Ну, если я правильно посчитал, то 40. Давайте, я вам не буду рассказывать, как это сделано сначала, а вы попробуйте придумать. Вот, как бы вы это реализовать? Представьте, что вы разработчик компилятора. Стандартам сказано, вам надо сделать так, короче, чтобы бабушка была одна. что вы будете делать? Что вы будете делать? Чтобы у вас, когда вы создаете сына, только одна бабушка, только один конструктор бабушки вызывался. Чтобы, когда вы копируете, у вас только один конструктор бабушки. Чтобы вы, значит, всякий раз, Когда обращаетесь к методу или полю сына У вас однозначно выбирался метод Этой одной единственной бабушки Ну и так далее Чтобы кот ваш вел себя так Как будто у вас лишь одна копия бабушки И лишь однократно ее приходилось копировать При надобности Лишь однократно создавать, однократно уничтожать И все вот это работало бы однозначно Давайте хранить бабушку отдельно как-нибудь Просто вначале Да, да, просто вначале И для мамы и папы нам нужно хранить указательную бабушку Отличная мысль Единственный недостаток Хранить бабушку лучше не в начале, а наоборот в самом конце Потому что если у нас Мы хотим, чтобы наш объект Начинался с чего-то понятного А если он будет начинаться с чего-то Очень далекого по иерархии наследования Которое должно быть общее для всех Мы запутаемся По факту мы делаем следующим образом Мы в начале объекта храним указатель Который указывает Сейчас я вас немножко обману Но это в целях, так сказать В методических целях для упрощения изложения Который указывает, собственно, на то место Где бабушка начинается Потом мы кладем старых предков, как обычно У папы тоже должен быть вначале указатель Который указывает на то, где бабушка начинается Ну а потом сын И в самом конце бабушка То есть этот объект в памяти будет выглядеть так Сначала поинтер Потом мама Все вместе это Ну вот это под объект мамы Дальше пейдинг, потому что дальше должен идти новый поинтер Поинтер от папы Потом папа Потом наконец сын А бабушка В самом конце после этого И вот эти поинтеры Они Тут я вас немного обманываю Но мы потом это исправим Они указывают вот сюда Как раз Ну, можно считать, что это не поинтеры, а сдвиги Но они все равно 8-байтовые А поинтеры создаются только для классов, которые повторяются? А... Или только для тех классов виртуальных Пойнтеры создаются для тех классов, у которых есть виртуальный предок Вот у мамы есть виртуальный предок? Значит, мама должна начинаться с поинтера А где мама? Если мы просто отдельно создадим маму То она будет выглядеть как поинтер Потом мама, потом ж А вот Тут как раз вы Вот вы как раз задали вопрос Который заставляет меня Немножечко исправить мою картинку Вопрос был Что если несколько виртуальных предков Будет ли столько поинтеров, сколько виртуальных предков На самом деле нет И как раз поэтому поинтер указывает не совсем на предка Будет создана некоторая специальная структура данных в статической памяти В которой перечислены сдвиги Относительно начала объекта до всех виртуальных предков И поинтер будет не на настоящего Будет не на предка, а на нее То есть для класса мама Будет создана таблица некоторая В которой будет написано Какие сдвиги относительно начала мамы на виртуальных предков Для папы будет создана такая же таблица И для сына будет создана такая же таблица Вот И этот поинтер Ну вот А здесь для сына будет соответственно хранить М ПТР А нет И там и там будет всего один ПТР Всего один сдвиг просто разный Вот здесь будет написано Значит Сколько? Двенадцать Тут будет написано двенадцать А тут будет написано Тридцать шесть Значит Для каждого из типов Мама, папа и сын В статической памяти Будет создана некоторая структура данных В которой будет для каждого виртуального предка Статически перечислен сдвиг Относительно начала объекта этого предка Для мамы это будет двенадцать Потому что для мамы бабушка начинается тут Для объекта папы аналогично А для объекта сына Бабушка относительно сына начинается аж вот тут А это целых тридцать шесть Восемь, восемь, восемь Восемь, восемь Тридцать шесть А, и еще бабу И еще пейдинг в конце Нет, там восемь вносит четыре Тридцать два А, тридцать два, сорян, да Я почему-то не то сделал Тридцать два, извиняюсь Да, тридцать шесть Это будет вот здесь И еще пейдинг в конце Чтобы следующий поинтер положить По адресу кратному восьми Итого из сайзов с сорок Чего? Потому что если создать объект мамы И объект папы по отдельности То они будут выглядеть одинаково И у объекта мамы И у объекта папы Пойнтер в начале будет Ну, как бы Сдвиг один и тот же будет Вот эта таблица Она в единственном экземпляре Существует для каждого типа И называется она Vtable На самом деле в этой таблице Хранится не только Сдвиги относительно Виртуальных предков А еще кое-что Но вот что Это мы обсудим Попозже Наверное в следующий раз Вот И эта таблица Хранится в статической памяти Вот вы меня когда-то Давно спрашивали А что еще хранится В статической памяти Кроме глобальных переменных Констант И локальных статических переменных Ну еще, например Вот эти таблицы Для каждого типа У которых есть виртуальные предки Так Че? Какие вопросы еще были? Какой вопрос? У вас должны быть вопросы Потому что здесь вопросов много Пользуйтесь возможностью Пока я не придумал вопросы сам И не спросил их вас В следующий раз на контроль Хотя с другой стороны Каждый вопрос Который вы зададите Может быть потом использован Против вас же Так что тут как бы Есть риск Вам надо Вам надо задать ровно Те вопросы На которые я сам планирую Ответить Но не новые А то если вы зададите Новые вопросы То я могу их добавить В свой банк вопросов И появятся новые вопросы Для вас Че? Нет Нет, нет Вам Не, ну в целом Да Я просто могу забыть Рассказать какой-то Из вопросов Так что вам надо Да, тут балансировать Нет, ну вообще Мы же здесь все ради знания А не ради оценок Ну вы чего? Вам выгодно задавать Больше вопросов Чтобы больше узнать Какая разница Чего там Чего там В чем преимущество Использования Витейба Почему просто нельзя Сохранить Потому что Если бы виртуальных предков Было много Пять То у меня в начале Объекта лежало бы Пять пойнтеров То есть объект Занимал бы уже Сорок байт Это очень много Сейчас мы тоже Для каждого У меня ровно Один виртуальный Пойнтер На каждый тип Ровно один Пойнтер у мамы Ровно один Пойнтер у папы Если бы у меня На каждого Виртуального предка Был пойнтер У меня было бы Пять виртуальных предков То мама начиналась бы С пяти Пойнтеров подряд И папа начинался бы С пяти Пойнтеров подряд Это очень Расточительно Мы не хотим Себе такого позволять У нас и так Объект большой стал Раздулся Но он мог стать Еще больше Зеленый марк Реально лучше Смотрите Не исчезает Как мы понимаем Виртуальные таблицы Относительно чего У нас хранятся Сдвиги Относительно каких Виртуальных поездков Относительно начала объекта Нет У нас есть несколько Виртуальных поездков Так Подожди Чего Еще раз Не 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 Давай Что у нас Есть несколько Виртуальных поездков Несколько Да И нам нужно хранить Сдвиги Относительно каждого Да Как мы поймем Относительно какого Из них Какой сдвиг А В порядке Перечисления предков Это же все Статически вычисляется У тебя написано Public Virtual Granny Public Virtual Не знаю Жираф Public Virtual Tiger Ну вот Ты там Унаследовался От кучи Каких-то Существ И Вот в том Порядке В котором Ты их перечислил Компилятор И создает тебе Таблицу А потом Когда В рантайме Это происходит Ну компилятор Сам генерирует Код Поиска Этих Виртуальных Предков Соответственно В рантайме Ассемблерный Код Выглядит так Сходи В эту таблицу Найди там Индекс Номер Такой Какого Я сейчас Ищу Виртуального Предка Это все В компиля Тайме Известно И его Верни Ну и Вот он Вверт Взращает его Я не знаю Как-то Определяет Ну Может быть ДФС Наверное Не знаю Такого Я Вот Кстати Кстати Насчет ДФС Это Как раз По-моему И называется Вот Помните А пропитон Говорил Что в нем По умолчанию Наследование Виртуальное И то Какой именно Предок У вас Создается Вот как Оно Оно Определяется Вот В порядке Обхода По-моему Как раз Ну вот Там Какой-то Делается Обход Графа Наверное ДФС И вот В его Порядке Создаются Вот эти Вот Штуки Вот А Здесь Ну Видимо Также Только Определяется Порядок Так Ладно Ну Смотрите На самом деле Я хотел Показать Еще два Примера Пример Следующий А Сначала Пример Вот Какой Вот Я создал Ж От С Да А теперь Я говорю Статик Каст К сыну Обратно Что будет У меня Виртуальное Наследование Бабушка Это Виртуальный Предок Сына Могу ли Я Сделать Статик Каст Вниз К сыну Но По идее Должен Потому что Статик Каст Публичное Все Наследование Статик Каст Каст Должен Уметь Кастовать Вниз При Публичном Наследовании Как это Тогда Будет Работать На Витейбл Кого У меня Есть Бабушка И бабушка Вот она Вот Статик Каст Смотрит На Вот Этот Вот Ж На Какой Витейбл Он должен Посмотреть Теперь А Где Он Нет Подожди Нет Хорошо Витейбл Сын Это понятно Он в статической Памяти Витейбл Сына Здесь Тут написано 32 А 32 Отчего Считать Просто 32 Назад К сожалению Это не сработает Знаете Почему Это не сработает Потому что Никто Вам не Обещал Что На самом Деле Вы не Находитесь Где-то В глубине Еще более Где-то В недрах Еще более Сложной Иерархии Кроме Сына Есть еще Дочь И дочь Она Вклинина Между Сыном И дочь То есть Вы хотите Скастоваться К сыну Точнее Не так Вот Допустим Сын Ну да У вас Может быть Сын А еще Дочь Вот здесь И Размещены В памяти Они все Вот так Потом Лежит Дочь А вот Эта Бабушка Лежит Только В самом Конце Ну представьте Что у меня Еще есть Класс Доттер Который Унаследован Тоже От них От всех Тогда На самом Деле Вот здесь После Всего Этого Будет Лежать Еще Такой Кусок Соответствующий Доттер И Только В самом Конце Бабушка И Если Я Говорю Статик Каст От бабушки К сыну И Смотрю На виртуальную Таблицу Сына Ну И Здесь Еще У них Внук Полное Извращение Возможно Все Таки Лучше Было Называть Родителя Один Родитель Два Ну Короче И У них Еще Внук Родился Вот И Короче Этот Внук Значит Этот Внук Тут Вот Лежит Сын Потом Лежит Дочь Потом Лежит Внук И Бабушка В самом Конце И Вот Я От бабушки Пытаюсь Вкаститься К сыну Если бы Этот сын Был Просто В Сферический Вакууме То Надо было бы 32 Вычесть И Все Относительно Сына 32 Начало Но Относительно Внука Гораздо Больше Откуда Кстати Касту В этот Момент Знать Что На самом деле Мы Находимся Во Внуке А не В сыне И Таким Образом Нужно Сдвигать Гораздо Дальше Чем На 32 Ниоткуда Поэтому Статик Каст Вниз При Виртуальном Наследовании Не Работает CE Хотя бы CE А не УБ Ну Короче Вот Это CE Потому Что Статик Каст Не Применим При Виртуальном Наследовании Вниз Вверх Все Еще Применим Потому Потому Что Это Однозначно А Вниз Неприменим Так Хорошо Хорошо Да Да Вместо Того Чтобы Каждый Раз Хранить Пять Пойнтеров Если У нас Много Виртуальных Предков Мы Храним Каждый Раз Один Пойнтер А Эти Пять Сдвигов Перечислены Где-то В статической Памяти Хорошо Это По поводу Статик Каста При Виртуальном Наследовании Теперь Следующее Вот Я Здесь Сказал Что Надо Написать Паблик Виртуал Грэнни И в Дэде Написать Паблик Виртуал Грэнни А что Если Я Да Напишу Мама Паблик Виртуал Грэнни А Дэд Просто Паблик Грэнни Давайте Такой Пример Разберем Все Стираем Подождите Можно вопрос Еще раз Да У нас Объект Мамы Лежал бы В памяти Как Птр М Да А объект Сына Лежал бы Как Птр Мамы М Птр Ну Птр Отца Д С Ж Да С Г Вот То есть У нас В объекте Мама Лежит Указатель Мамы На Маме На В Тейбл А В нашем Объекте Не лежит На На Наш В Тейбл Или Он Тоже Лежит Наш Объект В Объекте Мама Лежит Указатель На Сынов В Тейбл Подожди Ты имеешь В Маму И Папу Как Часть Сына Или Просто Сами По Себе Тогда У них Лежит Указатель На Мамин В Тейбл И Папин В Тейбл Соответственно Хорошо А в Объекте Сына У нас есть Именно На Свой В Тейбл Он И Есть В Объекте Сына И Мамин Пойнтер И Папин Пойнтер Указывают На Сынов В Тейбл Именно За счет Этого Сдвиги Правильно Работают Если У нас Мама Часть Сына То Ее Пойнтер Указывает На Сынов В Тейбл А Не На Ее Собственный В Тейбл И За счет Этого Сдвиги Все Правильно Работают В Отличие От Ситуации Когда Она Была Одна Если Мы Делаем Сдвигат Из Сан В Сан Инперсант То По Идея У нас Должен Должен Не В Тейбл Сына В Тейбл Внука Если Мы Делаем Кого Статик Каст Чего Если Мы Делаем Статик Каст Откуда Куда Пример С Грейн Не Подходит Почему Не Можно В Объекте Если Он Есть Все В Тейбл Это Слательно Если Мы Делаем Статик От Виртуаль Да Если Мы Если Мы Делаем Статик Каст От Виртуального Предка Вниз В самом Виртуальном Предке Нет Витейбла У Грейн У самой Как таковой Витейбла Нет Никакого И Некуда Смотреть Просто А Если Витейбл Был Мы Сходили Все Поняли И Сдвинули Насколько Надо Статик Сдатик Все Еще Должны Мочь Делать Статик Каст Кап К Сыну Тривиален Потому что Это Значит они начинают с одного и того же. Мама это предок сына. Первый из предков. Поэтому, кстати, каст от мамы к сыну тривиален, он ничего не меняет. Кстати, каст от папы к сыну уже не тривиален, но мы его все равно можем, должны мочь делать, потому что у нас V-table, ну, на самом деле, там есть... Давайте этот вопрос на следующий раз отложим. Короче, там есть одна ловушка, я про нее сегодня не хотела. Короче, вот подумайте, упражнение для неленивого читателя, подумайте, как делать, кстати, каст от папы к сыну. Будет ли он работать? На самом деле, для того, чтобы он работал, нужно в V-table хранить еще некоторые числа. Вот. Но работать он в итоге должен. Вот, давайте, ладно, давайте я все-таки разберу пример. Должен же, да, от папы к сыну виртуально? Ну, вроде да. Мы же знаем, где у нас жили. Ты знаешь, где лежит бабушка относительно начала сына, но ты не знаешь, ты сам кто. Ты папа... То есть... Ты делаешь, кстати, каст папы к сыну. А, от папы к сыну тривиально тоже. Ну, просто сдвиг минус сколько-то и все. От папы к сыну ничего интересного. Ну, да, все. То есть здесь ничего сложного нет, на самом деле. От мамы к сыну, от папы к сыну легко. Вот. И от сына к Грэнни легко, потому что мы смотрим просто в V-поинтер. А вот от мамы к Грэнни не так легко. Почему мы же можем от сына к маме сделать? Ну вот, окей, хорошо, смотрите. Я делаю... Ну, хорошо, давайте разберем. У меня есть мама, которая на самом деле часть сына. Папа давайте лучше. У меня есть папа, который на самом деле часть сына. Я хочу делать каст к Грэнни. Как? Я иду в V-table, там написано 32. Но 32, откуда я знаю, откуда считать-то? Потому что я же сам уже не в начале сына нахожусь. Поэтому на самом деле в V-table надо хранить еще число. На самом деле там нужно хранить еще сдвиг относительно того, где я сейчас. То есть там нужно хранить сдвиг относительно начала объекта меня текущего, а еще сдвиг вот этих виртуальных предков. Что такое я текущий? Нет, в смысле, сдвиг от начала от меня текущего, а просто сдвиг от начала... Вот. На самом деле у вас папа и мама. Есть первый сдвиг отсюда, второй сдвиг отсюда. Значит, окей, смотрите, у вас есть в сыне написано 32, но в случае мамы, в случае папы это должны быть разные 32, потому что мы должны уметь делать каст вниз, каст вверх бабушке, а в зависимости от того, мама мы или папа, сдвиг на разное. Но если мы кастимся от папы, нам нужно понимать сам папа относительно начала объекта как далеко находится. Нет, ну это же в компоненте. Мы же это знаем. Нет, потому что вдруг перед сыном есть еще кто-то и относительно вот, ну, чего? Нет, тут написано 32, ну, тут написано дофига, но я не понимаю, где начало объекта относительно меня. То есть, чтобы мне правильно сдвинуться, мне нужно знать не только, насколько далеко бабушка находится от начала объекта, а и то, насколько далеко я сам нахожусь от начала объекта, чтобы посчитать разность. Где? Можно просто запустить множество наследований. Вот. Поэтому на самом деле в витрультальной таблице еще хранится дополнительное число, которое называется top offset. Это число, показывающее, насколько я сейчас, насколько текущее мое положение сдвинуто относительно начала объекта. Текущее положение, вот если я папа, мой пойнтер вот этот, то у него текущее положение 16, а если я мама, то мое текущее положение ноль. Вот. Да. А теперь возникает вопрос, а как же так-то? Ведь у них, казалось бы, один и тот же пойнтер, а тут разные сдвиги. Ну, это неправда, у них разные пойнтеры просто. Вот. Есть отдельная таблица mom in sun и отдельная таблица dead in sun. И они отличаются тем, что у них вот этот вот топов сет разный. У одного из них сдвиг ноль, у другого 16, а сдвиг бабушки дверицы два и там и там. Так, я что-то заигрался с этими примерами. Я хотел еще два примера показать и на этом, наверное, перерыв сделать. Что если я один раз, ну давайте быстро, что если вообще я унаследовал одно и то же, один и тот же класс, один раз виртуально, другой раз не виртуально. Что будет? Нет. Нет, не циер. Мечтайте. Все будет работать. Да, к сожалению. И как это будет работать по-вашему? Ну это будет работать прямо вот в лоб, так и будет. То есть у вас будет, ну давайте представим, что мама виртуально унаследована от бабушки, а папа не виртуально. Как тогда это будет в памяти размещаться? Сначала идет ПТР, потом идет мама, а у папы нет уже никакого ПТРа, он не виртуально отнаследован. Поэтому потом идет папина Ж, потом идет Д, потом идет С, потом идет вот эта виртуальная Ж. В итоге у вас опять две бабушки, одна виртуальная, другая не виртуальная. Хотели как-нибудь иметь виртуальную бабушку? Вот. И проблема дублирования не решена. Вот. Теперь опять у вас неоднозначность при каждом из таких обращений, но не потому, что у вас, ну, но теперь это некоторая другая неоднозначность, потому что вот эта бабушка у вас как виртуальная хранится, а эта как обычная внутри папы. А если я буду сделать, чтобы он складывал виртуальный момент наследование него? Нет, я не понимаю, что ты имеешь в виду. В Жанне есть такая вещь, как абстракт класс. Она... Не-не-не-не-не, подожди, это другое, это вообще есть другой темы. Сейчас про это мы поговорим скоро, но пока к теме не относится. Абстрактный класс, он не связан с виртуальностью наследований, он связан с кое-чем другим. Я имею в виду, что нельзя было сделать, чтобы у нас, мы писали что-то, что-то кодовое слово грэнни, и нас все наследовали грэнни. Нет. Нет. То есть, вот такое, мы все-таки никогда думали. Честно говоря, не знаю, но оно разрешено. Но я просто объясняю, как виртуал работает. Вот, а второй пример, что если я бы маму и папу сделал виртуальными, а бабушку нет? То есть, я сказал virtual mom, virtual dad, а бабушка не сказала виртуальное. Как тогда это в памяти будет выглядеть? У нас сначала идет v-pointer, сначала идет PTR на виртуальную маму, точнее PTR не на маму, а на таблицу сынов, в которой указаны сдвиги мамы, сдвиги папы. Потом идет сын. Потом начинается виртуальная мама, и виртуальная мама начинается сначала с бабушки, а потом идет собственно мама. Потом идет виртуальный папа, и он тоже начинается сначала с бабушки, а потом идет папа. То есть, если вы сделаете виртуальную маму и виртуальную папу, но не виртуальную бабушку, то бабушек будет две, все равно вот этот поинтер будет вести сюда, вот этот поинтер будет вести сюда. Такие дела. Вот. Ну и самое последнее, давайте я уже все-таки это расскажу. Как вы думаете, что будет, если я создал такое наследование? Значит, вот смотрите, у меня есть... Я сейчас воспроизведу картинку прямо из стандарта, потому что я ее помню именно в таком виде. Вот у меня есть класс В и класс W. И класс В у меня виртуально унаследован, а класс W не виртуально. И вот тут есть еще классы А и Б, а тут есть класс... Ну, давайте так. Вот тут есть класс А, тут есть класс В и С, и тут есть класс А. Значит, вот я виртуально унаследовал этого и не виртуально унаследовал этого. Представьте, что теперь я в... Ну вот у меня в классе В есть какой-нибудь метод? Ж. Ну, Ф, ладно. И в классе В еще я переопределил метод Ф. Если я вызову А точка Ф, то какой выберется? Тут дело вот в чем. Как бы вот класс В по правилам поиска имен вот этот метод Ф должен затмить вот этот метод Ф по правилам поиска имен. Но дело в том, что по графу наследования может случиться так, что у вас есть несколько путей до одного и того же класса, и по одним из путей у вас перекрытие происходит имен, а по другим нет. То есть при виртуальном наследовании ломается вот эта логика, что вы как бы идете по графу, и если у вас произошло как бы перекрытие, вот когда вы идете по графу, какая логика поиска имен? Вы идете по этому графу, и когда вы видите, что у вас перекрылся, что вы встретили Ф, вы дальше по графу не идете. Он перекрывает методы своих родителей в поиске имен. Вот. И если нет виртуальных наследований, то это однозначно все работает. Но если у вас есть виртуальное наследование, то у вас возможна такая ситуация, что в графе несколько путей до одного и того же предка. Как тогда работает поиск имен? А вот как он работает. Говорится, что если хоть по одному пути имя перекрыто, то остальные пути считаются, что они не рассматриваются. То есть, если хоть по одному из путей до класса В имя Ф переопределено, то вот это Ф уже не берется во внимание и берется вот это Ф. Поэтому вызвать Ф отсюда это неоднозначность. Это не неоднозначность и выберется вот это Ф. А если у меня еще здесь void G и тут есть void G, соответственно, и я в B переопределил void G, то вот вызвать G это неоднозначность, потому что она можно дойти как до этого G через не виртуальных предков только, а можно дойти до этого G. И это две разных G. Вот это G никем не перекрыто, это G перекрыто посредством B. И вот я двумя путями дохожу до G. Поэтому вызвать G неоднозначность, а вызвать Ф не неоднозначность, потому что два разных пути до виртуального предка из них рассматривается только один. И вызвать Ф это не неоднозначность. Вот это CE, а вот это OK. Это пример взят прям чисто. Вот я прям вот один в один из стандарта перерисовал картинку. Прям в стандарте такая картинка нарисовал. Да, виртуальная вот эта унаследована. То есть, ну, я могу вот так вот сделать. Еще раз напоминаю, приватность никак не влияет на выбор версии. То есть, если я где угодно, в каких угодно, напишу private, это ни на что не повлияет с точки зрения выбора версии, размещения в памяти, ни на что не повлияет. Это повлияет лишь после того, как все это проделано будет, и однозначно понятно, кого вызвать, если он приватный CE, из-за доступа. На вообще все, что я рассказывал сегодня до этого, приватность не влияет только когда у вас уже все выбрано, и нужно лишь его вызвать. На этой торжественной ноте, я думаю, можно сделать перерыв. И мы закончили главу четвертую.